Слава Курилов. «Один в океане». История побега. Василий Аксёнов. Предисловие. Море, Бог и йога — это те три вектора, которые сошлись в одной точке. В точке побега, в точке прыжка и в тех трёх сутках в океане. Всё это — главные составляющие славенной души и его личности. Всё это и привело его к фокусу. И был прыжок. Когда иной раз в споре начинают говорить о том, что русские перед большевиками вечно праздновали труса, я вспоминаю погибшего несколько лет назад океанографа и писателя Славу Курилова. Уж он-то, безусловно, принадлежал к малому племени смельчаков, дерзавшему против подлой власти. Прыжок в бескрайний океан с кормы огромного советского парохода, трёхдневный заплыв в воде, кишащий просоветскими акулами, в сторону неведомых Филиппин. Кто ещё мог такое сотворить, если не русский интеллектуал, спортсмен и йог Слава Курилов? В конце 80-х я состоял членом Совета при Американском фонде имени Роберта Кеннеди, который ежегодно награждал разноплемённых борцов за права человека. Несколько раз я выставлял различных российских правозащитников. Однако ни один из моих кандидатов не подошёл по каким-то неведомым параметрам политической корректности. Однажды пришла в голову идея выставить на соискание этой премии двух российских мужчин, проявивших в этой борьбе не только нравственное, но и исключительное, если не фантастическое, физическое мужество. Речь шла о воспетом Хвостенко скульпторе Олеге Саханевича, переплывшем на надувном матрасе Чёрное море, и о славе Курилове, который трое суток плыл в Тихом океане, чтобы почувствовать под собой несоветскую почву, и позднее написал удивительную книгу о гигантской массе воды и об одиноком человеческом существе, обратившем своё бегство в победу. Увы, ни тот, ни другой не были удостоены. Премию в тот год получила Винни Манделла. На заключительном приёме любопытно было наблюдать криминальную даму в обществе американских либералов. Слава Курилов был человеком не премиального, но уникального племени. Всю жизнь такие люди проводят в поисках опасностей. Ну а опасности сами жадно выискивают этот народ. Уже добравшись в прямом и переносном смыслах до твёрдой почвы и получив канадский паспорт, он отправился в отпуск, но не в Майами и не на Гавайи, а в богом забытый Белис, британский Гондурас. В детстве небось этот Слава, как и подобает русскому мальчику, был филателлистом. Отсюда и тяга к британскому Гондурасу. Даже такое невинное дело с рук ему просто так не сошло. Какая-то банда местных мафиози вычислила в нём богача Янки, похитила и потребовала выкуп. Пришлось Курилову каким-то несусветным образом самому выбираться из Белизовского зиндана. Так уж всё устроено для тех, кто ищет бури, то есть для современных байронитов. В каком-то смысле он воплощал в себе одновременно и гумилёвского читателя, и его же героя, бросающего вызов судьбе. Так и погиб он в этом образе, насколько мне известно, во время спасательной операции на озере Кенерет. По водам Коева ходил Иисус. Остаётся только жалеть, что не привелось встретиться, и поговорить о делах пролетающих лет и о преданиях старины глубокой. Русской интеллигенции не след забывать своих героев. Их не так много. Тот, кто прочтёт эту книгу, никогда не забудет страниц, в которых слава Курилов, покрывшийся за три дня и три ночи одинокого плавания светящимися микроорганизмами, скользит в Тихоокеанской ночи, каждым своим движением поднимая ворохи огня. Вот он, образ вечного мятежника. Побег. Очень трудно в наше время высказывать своё мнение. На него тут же начинают нападать и топтать ногами. Я знаю заранее, что очень многие с ним не согласятся. Мне приходится защищать его, прикрывать обеими руками, вместо того, чтобы показать со всех сторон. Для меня же чужое оригинальное мнение – то же, что живое растение. Пишу так, как хочу. Для себя. Десять человек всегда это прочтут. Я посмотрел на часы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...